Вот я тут отметил точки области повреждений, которые были установлены, описаны при исследовании трупа, экспертами, проводившими первичную экспертизу трупа. Это вот эти области, все расписаны, можно ознакомиться. Теперь, это все вместе, в совокупности, является травмой головы. То есть, туда входит и область лица, и черепа. Синими указаны, это кровопотеки, которые описывают. Красными, это ссадины, осаднение кожи. И в заключении эксперта, при исследовании трупа, с учетом всех результатов дополнительных исследований, был установлен судебно-медицинский диагноз. С указанием, подробно составляющих эту черепно-мозговую травму. Это все кровопотеки, ссадины, рана. Это еще наружные повреждения. Под мягкими покровами также обнаружены кровоизлияния дополнительные. Также в затылочной части. Эти все повреждения в судебной медицине рассматриваются, как наружные контактные повреждения. То есть, те повреждения, которые приводят к повреждению головного мозга. Потерпевшим. И поэтому в выводах, заключении, первичной экспертизы, все эти повреждения, как наружные, как внутри черепные повреждения, в виде субдуральной гематомы, кровоизлияния между твердой мозговой оболочкой и головным мозгом. Вот это пространство, залито кровью, скопление крови. Это и есть субдуральная гематома. Субарахноидальные кровоизлияния, то есть кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой. Также в этих областях, они тоже переходят, они обнаружены на мозжечке, в стволовой части головного мозга. И травматический отек головного мозга и сдавление головного мозга, вот этим большим объемом субдуральной гематомы. Оно придавило мозг. И это все совокупности, квалифицируются, как тяжкий вред, и указано, состоят в прямой причиной связи с наступлением смерти. То есть причина смерти, вот эта травма, вся вместе, нельзя отдельно рассматривать это, это, это. Это вся совокупность. Они, каждый из них, так же, как указано в первичной экспертизе, так же нам, они, вот эти все травмы, это удары, они взаимоотягощают друг друга. То есть после этого другой беж, еще тяжелее, еще. То есть все это в совокупности, как взаимоотягощающее, рассматривается, как одна травма, приведшая к наступлению смерти. Это в выводах и первичной экспертизы, и в выводах нашей экспертизы. То есть мы тоже поддерживаем этот вывод, первичную экспертизу. Хорошо. Вот вы говорите, да, в выводах экспертизы. А вот как вы можете объяснить, что такое ударно-травматическое воздействие? Как правильно это трактовать? Это самостоятельные удары или как? Простым языком, это удары по голове. Удары по голове. Их это можно получить и не только от, допустим, самостоятельно, но и от внешнего воздействия. Правильно? Вот эти вот моменты нам объясните. Сам человек в сознании, будучи в сознании, такие травмы головы не получает. Потому что он даже бывает случайно при падении инстинктивно, рефлекторно он защищает голову. Это даже он хочет, он в любом случае упадет, если он в сознании. Да, человек бывает спотыкать, падает с высоты, когда он не сможет защитить голову. Или бывает во враг упал. Бывают случаи на практике. Но на плоскости стоя человек упасть головой и получить такие повреждения не может.